добрый день дорогие друзья я вас всех приветствую на своем канале канале о вязании и не только меня зовут ирина и так как мой канал называется канала вязание не только то видео такого цикла относятся категории и не только так как сейчас я нахожусь можно сказать так в реабилитационном периоде не знаю не выговорила по моему но и вы поняли то есть болезнь у меня вроде бы потихонечку отступает но окончательно не отступила естественно снимать мастер-классы я не могу потому что там нужна сосредоточенность внимательность и так далее а вот просто поговорить с вами рассказать что называется она болевшим и самое главное поблагодарить вас за то что вы у меня такие чудесные подписчики за то что вы у меня такие чудесные люди которые оказывается меня любят ждут и ждут с нетерпением моих видео которые интересуются здорово ли я что в моей жизни происходит и так далее не безмерно вам благодарна и и после вчерашнего вашего отклика на мое видео я получила столько комментариев которые легли бальзамом на мою душу и вы знаете я хочу сказать что вот как бы какое-то облегчение у меня такой внутренний наверно подъем что мне сегодня уже стало немножко лучше но по крайней мере вот с утра ночью конечно у меня еще происходит очень такие не нехорошие ситуации по поводу кашля с поднятием температуры и так далее но я так думаю что уже в ближайшие дни все это урегулируется вы спросите почему я держу вот эту коробочку это очередные мои грабли моя наивность и так далее ну вот я заболела пошла в аптеку и мне предлагаю как бы я спросила говорю дайте мне что-то противовирусное девушка которая там стоит за прилавках я так понимаю что она фармацепт спрашивает вы который день болеете я говорю скорее всего что уже ну как заболела я говорю давно но она была стадии ремиссии а сейчас проявилась и как бы вот такие острые симптомы говорю у меня первый день она говорит ну возьмите вот вот эти таблетки она мне очень много перечень сделала таблеток все они примерно в такой ценовой гамме там ну короче около 400 немножко выше 400 и я говорю ну а какие вы посоветуете посоветуете которые получше и вот она мне посоветовала эти сказал что снимает симптомы быстро и немного там она мне сказала вот я понимаю что это не врать но когда человек находится с той стороны прилавка она могла сказать что либо идите несите рецепт либо значит информацию получаете самостоятельно либо еще как-то но когда человек проводит консультацию советует но я считаю что все равно когда любой человек который стоит за прилавком она должна ну хоть минимально что-то посоветовать потому что мы приходим на рынок советуемся с продавцом мы заходим магазин там советуемся если нам что-то интересному подходим к менеджеру или дежурному по залу в крупных супермаркетах и получаем информацию то же самое я считаю здесь возможно я не права но по крайней мере у меня в голове вот такие мысли и что вы думаете я же их пропила три дня здесь же доза написано 6 доз и там значит написано что если острое значит через 6 часов потом значит два раза в день я все здесь 6 доз было я их все выпила но вы думаете мне стало легче нет и я такая думаю почему же мне легче не становится вчера заклинула в интернет и про себя же думаю может я как-то неправильно пила инструкцию почитала так и а голова то больная может я неправильно воспринял то что там написано а еще же там у них все эти инструкции написаны мелко а так как у меня очень сильно слезили себя глаза и болела голова я так допускаю что я могла что-то неправильно прочитать я давай открыла информацию в интернете забила и думаю почитаю инструкцию там когда поисковике забиваешь информацию дополнительно еще выскакивают видео внизу ну как сопутствующие которые можно посмотреть ну и как бы читать лень лучше послушать и я включаю видео и там рассказывает о том что это гомеопатическое средство хотя здесь оно и написано что ноги гомеопатическое средство но здесь написано гриб легкой и средней степени час тяжести острое респираторная вирусная инфекция но оказывается что вообще это никакой этот здесь вот написано что вспомогательные компетенции сахароза лактоза и какая-то вытяжка вот это вот то что написано на английском это вытяжка вытяжка из печени утки представляете а значит я видео смотрела там был какой-то профессор кандидат наук и так далее так далее представляете какой же был мой шок что это просто как бы самовнушение наше что мы вылечим все ну короче нас наивных людей очередной раз как бы манули я опять наступила на те же грабли везде я я умудряюсь везде наступать вот я не знаю у меня прям это рок мой который преследует меня по жизни как будто у меня написано на лбу я лох вот и короче опять же у меня мысли по поводу того ну вот кто их выставляет тогда если это не лекарственное средство гомеопатии тоже тоже есть целые аптеки гомеопатические я так понимаю что они же должны были пройти эти таблетки какой-то обследование то есть кто-то разрешил кто-то присвоил им там вот это то что они что это гомеопатическое средство но так четко в этом видео было сказано что если вы действительно нам докажете что это лекарстве но оно помогает и так далее мы также в эфире извинимся и так далее ну короче в общем суть ведется к тому что это ни о чем и возможно это как бы я испытала на своем организме потому что организм видимо у меня боролся сам и знаете уже такие мысли шальные приходят те кто давно со мной уже на моем канале и смотрел мои предыдущие видео такого плана они знают что у меня это иммунное заболевание это такое заболевание которое мой иммунитет вместо того чтобы бороться против болезни защищать и организм он делает атаку на мой организм вот я такая уже когда лежишь не ставишь чем свои мысли занять потому что вязать не можешь телевизор смотреть не можешь все тебя раздражает я вот сейчас сижу и опять звук не убавила у себя там на колонках идут идут письма ваши сообщениями и так далее почта приходит и без конца вот это умение дзынь дзынь извещение меня уже это раздражает но не буду вставать выключать пока вот и я такая думаю возможно мой иммунитет найдет правильный путь и будет все таки мой организм защищайте не делать атаку на мой организм может у него там как говорится мысли в правильную сторону повернуться вот ну что я сегодня руки в ноги и и пошла опять теперь уже в другую аптеку приобрела опять не скажу название потому что голове не отложилось ну там четко написано тоже противовирусное там все вроде как лекарственное средство уже и я про него в эти почитала вроде меня все это удовлетворило более того как бы мне у меня же вот проблема же с горлом не кашель же у меня и всю ситуацию объяснила опять же фармацепт она мне подобрала комбинацию лекарств в общем таблетки два вида таблеток еще и сироп и опять же я пришла всю эту информацию прочитала в интернете про эти таблетки вы знаете очень даже мне понравилось что там написано про эти таблетки и как их принимать и какое действие они оказывают и так далее более того я уже это действие ощутила на своем организме мне намного стало легче нам ног и и по поводу кашля и поводу общего самочувствия вот ну вы что думаете на этом мое вот это вот наступление на грабли закончилась думаете я вам просто так это все вот рассказываю у меня же продолжение приключений следует значит яшка говорила уже я живу центре города и у нас тут все как бы вот пятачок можно сказать такой в районе может 300 500 метров вокруг меня здесь и куча аптек куча магазинов здесь есть так называемый торговый центр и на торговом центре здесь у нас такой ну как бы более-менее большой рыночек на котором торгуют и частники и такие есть торговые точки разные а я уже давно хочу борщ сварить но так как я вот в силу того что я очень много лежала в этом году в больнице и вы же знаете что чуть ли через полтора месяца во вторых как бы но такое самочувствие было что закрывать я не купурила в этом году абсолютно ничего и к тому же я же говорила что я приехала у меня нет ни банок ничего поэтому но ситуация такая что я купорку не делала никакой зная о том что ее можно купить и не так часто я допустим варю какие-то такие блюда чтобы у меня там купорка востребовалась чуть ли не каждый день и у нас продают на рынке тот же томат помидоры огурцы все это бабулечки сидят продают ну и я же пошла на рынок пошла рано восемь девятый час ну может быть около девяти а вот еще почему пошла так пораньше потому что чтобы купить молока у нас тоже при продают частники молоко и она как бы подешевле и вкусное молоко по сравнению конечно с магазинным вот сейчас уже сезон то есть отел пошел и молока этого участники продают много и сметанку домашнюю творог я думаю пойду ка я возьму тоже и молочка а вот ну и что вы думаете пошла я на этот торговый центр вот там стоит всего лишь одна бабуля и у нее там много всего и в том числе томат томат значит расфасован по бутылочкам бутылки по пол-литра и по литр значит я спросила литровая она сказала 150 рублей думаю ну это для дорого для меня 150 рублей это раз во вторых литр я естественно за раз не использую зачем стоять пропадать когда я следующий раз его захочу этот борщ говорю а пол-литровая сколько стоит она говорит 80 рублей и я она говорит 80 рублей я говорю он свежий далее сегодня разлила по банкам и я такая не знаю чем не дернула наклони наклоняю банку но бутылочку это вот из-под воды газированной или из-под чего вот в такое разлито у них и смотрю там плесень плавает я и говорю так что у вас только вы сегодня разлили потому что она у вас с плесенью было был с плесенью то есть вы решили на то на этот на продажу и его пустить она говорит какой какая плесень я сегодня только открыл прям такая это а я говорю но но вы вот посмотрите сами говорю вот это вот что такое не знаю что это такое это это я сегодня разлила его свежий я разворачиваюсь больше ни слова не говоря так как у меня такое болезненное состояние я пошла еще в этом самом маски но зачем я буду людей заражать и как бы все равно хоть на улице у нас там нулевая температура но как бы думаю не буду усугублять ситуацию отдела маску и пошла и думаю не буду кая усугублять эту ситуацию повернулась и пошла и там у нас еще есть белорусский магазинчик и это всегда масло покупаю и повернулась думаю пойду туда она мне вдогонку кричит типа глаза что ли у тебя не видят болеешь маску натянула что-то не видишь возле носа что-то это опять за дело я разворачиваюсь и беру опять эту бутылку и гей прям ну так близко подношу и говорю вы почему мне говорю хамить и спокойным голосом говорю объясните пожалуйста тогда что вот это такое у меня что в глаза говорит троица или у меня галюницинации или еще что-то или давайте говорю пригласим кого-нибудь представителя рынка по по качеству или вы представители из общества потребителей говорю но но если вы правы говорю но я перед вами извинюсь я же говорю вам не хамлю я говорю спокойно развернулась и пошла а вы мне говорю след продолжаете хамить даже говорю если я больной человек я говорю вы меня получше получается лежачего бьете не говорю что у нас позор что ли болеть вот ну и это сама она идти отсюда если тебе что-то не нравится закрывай тогда сама я говорю вы знаете если бы я закрывала сама говорю я бы к вам не подошла не спросила сколько это стоит ну и опять спокойно пошла уже думаю с этим человеком бесполезно связываться и у меня такое в голове но не зря же придумана этот поговорка базарная баба и вот как бы я не знаю но я говорю вот говорят что в жизни ничего просто так не бывает я чаще всего как бы с этим полностью согласна но вот мне интересно за какие грехи мне вот такое посылает вот я допустим лежу до дома никого не трогаю нигде практически не не бываю ни день никому гадости не делаю не хамлю вот таким образом как они мне хамлят за что хамят за что мне вот такое вот человек стоит наглым образом продает некачественный товар за такие деньги 80 рублей и еще она всякие там гадости вслед говорит по этому поводу другой бы извинился сказал бы ой я не досмотрела там или еще до мне вы со стыда умерла если бы мне там что-то вот таким образом тыкнули в глаза я бы просто со стыда с умерла ну вот видите такие люди а вот ну и в общем пошла я купила масло пришла но вернулась назад до того места где продают молоко купила себе аж две полулитровую бутыли тоже бутыли из-под воды который выпили или вылили вылили да вот и противовес этого продава продавал дядечка такой доброжелательный и этот говорит ой вы что заболели я говорю да вот молоко хочу попить с этим говорит ой сейчас такой грипп ну в общем заговорили разговаривает и вот рассказывает мне что ему уже почти 70 лет а он держит все хозяйство и рассказывать что еще в 60 лет он как мальчишка там мог что-то там поднять кинуть в общем такое ну и вот как говорится вот негатив тот который был мной получен на топ рынке и я вернулась сюда вот такой знаете позитивный дядечка и мне наверное все это перекрыла в общем-то настроение у меня не испортилось но как бы я просто так сказать хотела рассказать вам вот как у меня сегодня сложилось мое утро я пришла естественно домой молоко это вскипятила попила его добавила кусочек масла и горяченькое молоко с наслаждением попила выпила все эти таблетки все как говорится справилась и решила думаю расскажу ка я вам вот такой ситуации и я сейчас уже вот смотрю у меня как бы я стараюсь над собой там работать получается не получается но вы знаете я уже как бы замечая за собой что я стала меньше реагировать вот после того как в интернете вот были негативные комментарии потом высказывания всякие ваши возможные я имею ввиду которые после не тех моих видео которые я там выставила и тех советов которые вы мне давали внизу и я говорю что может быть я не всегда отвечаю но читаю я абсолютно все комментарии бывают такие конечно комментарии которые ну просто абсурдные но я просто сижу и думаю но как же на него на этот комментарий ответить вроде не хочется человека обижать но и с другой стороны у меня просто нет ответа на этот комментарий и я оставляю его без без какого-нибудь ответа очередной приступ кашля у меня был вот ну и вот я заметила что негативных комментариев у меня на канале по убавилось конечно еще остались те которые 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 мне нравится то мои ногти то я слишком медленно говорю типа бла-бла-бла много лишнего я просто-напросто таких людей удаляю ну не удаляю а блокирую вот потому что уже давным-давно известно что на ю тубе очень много всевозможных видео вы же можете закрыть я не конкретно тем говорю которые смотрят это мои видео и опять многие же могут его закрыть не понравилось вернее открыть не понравилось закрыть и пойти дальше искать то что интересное осмотреть останется тот кто захочет правильно же точно так же поступаю и я а вот мне допустим сегодня нравится одно я смотрю на завтра нравится другое а то что я сегодня смотрела меня уже даже может раздражать хотя я вчера это смотрела запоем вот это я не знаю чего зависит но вот даже у меня такая ситуация поэтому я адекватный человек и прекрасно все понимаю и тем более вкусы у нас все разные кому-то нравится белое кому-то черное кому-то красное не нравится кому-то фиолетовое просто он фанатеет от этого но это же не значит что вы должны навязывать свое мнение другим вот там допустим кто-то пишет вот да мастер-класс нормальный но ваши ногти меня раздражают но ради бога вы знаете и дело в том что я выставляю полноценные мастер-классы с с со схемами и так далее вы можете либо самостоятельно вязать либо вообще закрыть и уйти я например так и делать даже вплоть до того что я не буду даже вязать допустим эту вещь или что-то как-то делать и и если мне не нравится ну вы же взрослый человек как-то нужно же уже контролировать свои эмоции вот и значит хочу поставить их плюсом себе или похвалить себя что вот я уже меньше стала реагировать абсолютно на такие если я раньше прочитал такой комментарий могла там его мусолить в голове меня это все крутилось то сейчас я прочитала закрыла и ушла и можно сказать что да я может быть из каких-то негативных комментарий делаю какие-то выводы для себя но чаще всего я вижу что они не обоснованы и поэтому закрываю доступ и все и продолжайте искать себе другого человека которого на которого вы можете вылете свою желчь вот значит мне в предыдущих в комментариях под предыдущим видео задали вопрос что я вижу сейчас я вам покажу что я вижу во первых хочу сказать что это опять меня кавказская пряжа двоечка это вот такая пряжа покупала у того же продавца ирины и в моих пасть повезушках это где-то было больше года назад ну то есть прошлом году летом или весной я покупала эту пряжу я уже даже не помню и вот там каждый месяц в начале месяца я старалась вы выставлять мои повезда вязалочки недовязал очки у меня так рубрика называется и там я рассказывала про эту пряжу что я ее приобрела показывала что я связала уже образец здесь 70 процентов акрил 30 процентов англора вы знаете что хочу сказать про эту пряжу это немножко другая пряжа чем вот в пасмах но как бы впечатление у меня они пока хорошие этот это я вижу кардиган или в жакет я еще не решила что это будет и я немножко побольше попозже определюсь то ли это у меня будет кардиган то ли это будет у меня жакет значит естественно это реглан но реглан удлиненный с удлиненной линии реглана по принципу вот тех регланов которые я последний раз вывязывала то есть моё платье изумруд и мой пулловер сиреневое утро и вот теперь я решила немножко усложнить и решила по линии реглан опустить вот такую косу вот я хочу связать этот кардиган не снимая мастер-класс посмотреть как он будет выглядеть и затем показать своей дочери естественно этот кардиган я вижу для себя почему потому что у меня этой пряжи килограмм и и это как раз достаточная пряжа чтобы связать именно полноценную большую вещь так как вы же знаете что я дам они худенькая поэтому значит я вижу сейчас для себя так как я не буду снимать мастер-класс надеюсь что я свяжу его быстро не знаю как получится быстро или нет вот хочу сказать что я его перевязывала уже три раза говорят же больная голова рукам не дает покоя вернее начинала три раза вязать знаете почему потому что первоначально начала просто вязать хотела резиночкой один на один связала определенное расстояние потом думаю что-то мне не нравится взяла полностью распустила набрала итальянским способом петли и связала полую резинку это меня удовлетворило я связала полую резинку вот как раз вчера вы видели гораздо больше было связано и продолжаю вязать сделала дырочки уже у меня было две для пуговиц все и потом уже где-то ну я не знаю сколько уже я линии реглана провязала и вчера вечером думаю дай-ка я померяю на манекен посмотрю как это все будет смотреться то есть у меня же здесь с этой стороны вот по спиночке идет такая косичка красиво конечно смотрится вот это что-то у меня понят это просто или или не просто будет посмотреть что это такое наверное вытянулась одна да действительно надо будет поднять видите врачок видите заметила через камеру вот я начинаю мерить на манекен и обнаруживаю что я стала делить петли на мужскую сторону представляете мое разочарование получается два дня работы под хвост но я уже говорила и повторяю тем девочкам которые мне пишут сообщениях что распускать жалко как все это исправить товарищи я вам советую распускайте никак вы не исправите потому что если вы изначально вяжите неправильно как его можно исправить вот и я распустила по новой все и вот там за вчерашний вечер и сегодня вот с утра сколько я смогла связать сейчас еще одну дырочку уже я провязала ту количество рядов которое мне необходимо сейчас я буду для петель делать дырочку но сейчас меня уже удовлетворяет я уже посмотрела на манекене и хочу сказать что вот если так вы обратите внимание видите ниточка распущена да она немножко вот видно что она вязалась вот видите у меня еще сколько наматана но в самом полотне практически не видно что я уже третий раз эту нить перевязываю я хотела взять почему у меня здесь под рукой клубочек этот лежит я хотела начать новый клубочек а эту думаю буду выравнивать потом когда набрала смотрю все ровно ложится думаю зачем я буду лишний труд делать и я решила продолжить и еще раз повторяю по тактильным ощущениям приятные такие тавтология но приятные ощущения вот я не хочу там кому-то рекомендовать или еще что то это как бы не рекламный ролик или естественно если вы хотите то можете зайти в мои на мою страничку в одноклассниках или посмотреть мое видео кавказской пряжи и там есть ссылка на продавца я не помню сколько стоит то ли двести семьдесят пять 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 моточков двести семьдесят рублей или двести пятьдесят я не буду врать не помню там у продавца цены написаны все значит цвет меня очень радует очень красивый такой цвет и надеюсь что я видите даже при том что я распускала я вижу сейчас с удовольствием и мне нравится то что я вижу когда мне нравится то что я вижу да я забыла сказать что у меня здесь конечно росток уже сразу вырезан вот здесь и можно даже уже видеть изначально что у меня здесь росток вот вот все это я потом хочу вначале связать полностью а потом если дочери понравится я свяжу буду вязать ей и получится такой фэмили лук да но если даже дочери не понравится она скажет что не надо мне такой вязать я такой скажем обзор сделаю подробный что вы сможете все равно связать я может быть там отдельными какими нибудь видео допустим расскажу как набрать итальянским способом петли как вязать полу резинку допустим как распределять вот такие эти я смогу там допустим какими-то отрывочками вам показать и точно так же рассказать а если и повторюсь и буду вязать дочери такую же то уже будет более подробный мастер-класс так еще значит у меня находилась или находится сейчас в работе вот камера не передает цвет цвет такой бирюзовый бесподобный но камера не передает свет здесь получается такой грязно-голубой а на самом деле ярко-бирюзовый цвет и это значит у меня пуловер я увидела в интернете мне очень понравился показала модель дочери она же у меня как вы знаете после родов и как бы еще пока до конца не восстановилась нашему малышу 18 числа будет только месяц мы хорошо растем пока пока все в порядке надеюсь что и в будущем так все будет у нас хорошо мама и внучек здоровы кушаем нормально нормально растем вот что-то у меня тут тоже какая-то полосочка надо будет посмотреть возможно тоже придется перевязать почему она у меня так вот такой интересный оранчик у меня здесь на талии да почему я вот связала именно таким образом сейчас на данный момент размеры в бедрах чуть-чуть не намного но чуть-чуть больше чем были у нее раньше и если они останутся такие же ну я думаю что она все равно восстановится тем более что она там у нее жесткая диета она не отклоняется от диеты малыш долгожданный поэтому делает все как говорится по науке вот и тем более достался тяжело так она считая всю беременность пролежала в роддоме на сохранении поэтому она всего придерживается всего боится вот и значит возвращусь к размерам вы видите первоначально допустим у нее по бедрам по моему было 122 сейчас она 125 и за счет вот резинки да идет стягивание и поэтому я допустим набрала 125 но если надо будет она вот так вот растянется надо будет она станет меньше и талия у нее очень тонкая ну разнятся у нее можно сказать что фигура не песочные часы и не груша что-то среднее между этим у нее тонкая талия узкий низ и бедра такая у нее фигура художника ренессанса или как тот который рисовал таких пышных дам но она не пышная она все время занималась спортом там если вы видели фото у меня на ней столько я платье связала она не полная и не худая такая она вся сбитая у меня вот вверху у нее было 110 стало 115 ну это понятно она же сейчас малыша кормит и поэтому я вот сделала вот такую модель прям много я уже наверное говорю на эту тему здесь вот такой плавный окат я сделала все это я буду рассказывать вот сейчас я остановилась на том уровне где мне нужно будет вывязывать горловину и остановилась почему здесь я уже окат начала вывязывать потому что это передняя полочка будет еще спинка и как окат вывязывается я расскажу когда буду вязать спинку а вы знаете что по переду идет горловина больше вернее углубление а по спинке меньше углубление идет поэтому нужно будет рассказывать как я буду вывязывать горловину поэтому сейчас у меня пока это отложено и снимать на мастер класс буду попозже когда приду в себя и тот кто захочет может даже будет связать на любой размер на любой даже на себя допустим я такие обтянутые полуверы не ношу в силу того что полный человек и немножко я люблю чтобы было все посвободнее но я знаю что есть дамы которые даже при всей своей полноте носят и носят успешно и это на них смотрится хорошо на мне же и смотрится то плохо это все вот еще я за это время я же уже вам говорила я когда была в москве я связала 20 квадратов белого покрывала то которое у меня есть мастер класс вы знаете оно так пользуется популярностью уже некоторые даже повязали и мне прислали фото я все никак не соберусь смонтировать ближайшие если допустим я себя буду хорошо чувствовать я возможно завтра смонтирую потому что вот это вот слайд шоу тяжеловато монтировать потому что там нужно много писать корректировать и так далее сложно мне допустим вам это объяснить и требует опять же внимание мне сейчас вообще не хочется никакого знаете такое хочется расслабленное какое-то дело делать вот значит вот это у меня а ну вот я по поводу начала видите туда-сюда бегаю значит я связала там 20 квадратов 20 мотивов от этого пледа а мне нужно будет я-то рассчитывала что 32 квадрата а оказывается придется 42 квадрата вязать у них гораздо шире кровать чем моя и ну немножко по-другому дочь хочет чтобы был он связан этот плед поэтому там придется дополнительно мне заказывать пряжу уйдет больше но уже вот из связанного очень красиво смотрится прям в общем дочери очень понравился для меня это самое главное вот когда я связала эти 20 квадрата у меня там оставался день я уже не стала продолжать вязать потому что это как раз получилось чуть больше ну серединка скажем так от этого пледа и допустим у меня получалось что я в день там один-два квадрата вяжу и получится что я поеду и не туда и не сюда а то как раз как бы половинка почти у меня получилось вот вот и я с собой еще брала туда тунику вязать вот эту вот у меня туника леди и я полностью вывязала до низа ее эту туничку и вывязала один рукав вывязала подрезы здесь у меня вот видите очень хорошо подрезы смотрятся здесь у меня идет убавление такое плавное вот такой у меня рукав который меня полностью удовлетворил он как бы идет чуть чуть ниже локтя ну тот кто уже со мной давно вы знаете что я люблю немножко подтягивать рукав и вот эта резинка как нельзя лучше она будет если я захочу она сделать фонариком мне здесь немножко выше локтя красиво я потом когда свяжу это все покажу и на сегодняшний день допустим если я захочу чтобы было по руке то есть оно мне вот где-то вот так допустим моя рука как положено вот до этого места у меня связано почему я здесь не закрываю потому что хочу закрыть с помощью иглы и хочу показать как это закрывается поэтому опять это ждет все мастер-класса и съемки мастер-класса поэтому у меня все это в режиме ожидания у меня недавно спрашивали что там у вас туника леди в режиме довязывания у меня все в режиме довязывания вот просто ждет моего выздоровления ну вот сегодня я хотела опять чуть-чуть вам рассказать а получилось что-то у меня опять много я наболтала но если вам было интересно я буду очень рада ну а если думаю вам уже не интересно было вы наверное уже закрыли это видео но если же вы все же досмотрели до конца я вам очень благодарна за вашу усидчивость за терпеливость за понимание желаю вам всего самого-самого наилучшего чтобы ваше здоровье вас никогда не подводило и чтобы на вашем горизонте только светило солнце ну а на этом я с вами прощаюсь с вами как всегда была Ирина до новых встреч до новых видео встретимся до новых встреч Продолжение следует...